Проехав пол-Африки и пережив изнурительное путешествие по Средиземноморью в поисках лучшей жизни, Бубакар Байло теперь на грани самоубийства. Молодой африканец стал частью растущей армии незаконных мигрантов, которых нанимают собирать помидоры на юге Италии. Живёт он теперь в поселении Гетто, которое состоит из самодельных лачук. «Вот здесь я сплю. Кроме меня здесь спит ещё 10 человек». Это та жестокая реальность, с которой сталкиваются многие незаконные мигранты в Италии. Они хотели избежать преследования или бедности, однако попали в другую ловушку – экономическую, выйти из которой большинству из них не под силу. «Мы просто не ожидали, что Италия такая. Мы всегда думали, что это страна, где я найду работу, смогу купить любые продукты и позволить себе много приятных вещей. Теперь мы поняли, что это не так. Однако вернуться назад у меня нет возможности». Каждый год тысячи иммигрантов отправляются на плантации на юге Италии, чтобы заработать хотя бы немного денег. Они собирают любые сельхозпродукты, включая виноград, оливки, помидоры и апельсины. Иммигранты получают лишь малую долю того, что платят итальянским рабочим. Такой дешёвый труд играет важную роль для экономики Италии. Правозащитные и благотворительные организации отмечают, что использование незаконной рабочей силы и эксплуатация иммигрантов с утра до позднего вечера – это настоящее рабство. Доктор Алвиз Бенелли из Медицинского благотворительного фонда говорит, что условия в гетто просто невыносимые. «Они спят на земле на матрацах, которые они подобрали на улицах, большинство из которых прогнили или наполнены насекомыми». Чтобы прокормиться, иммигранты собираются в небольшие группы и покупают барана или козу. Таким образом, полученным мясом они смогут накормить больше людей.